Привет, ребята, чё я такой грустно сижу? Понимаете, я жду мой фильм по Лиге Справедливости, ну который про питомцев, где, по сути, у нас Супермен-собака, Бэтмен-собака, а Флэш-черепаха. Я вот это всё ожидаю, и вдруг выходит одноимённая игра по лицензии в 2022 году, где это видано? После чего захожу на страницу с желанием купить игрушку и понимаю, что она недоступна в России. Эй, кто это? Если что, на мне её ещё можно взять всего за 3,5 тысячи рублей. Эй, мгм, чё, правда? Да. За 3,5 тысячи рублей, да? Да. Скачаю на Торренте, короче. Ничего, вот выйдет Бен и Т3, тогда посмотрим на тебя. Честно, я немного шокирован, потому что в какой-то момент игр по лицензиям стало настолько мало, что я даже подумал, а может быть богатенькие буржуи поняли, какое говно они клепают. После чего забили на всю эту идею с лицензиями. А потом вышло это. И знаете, друзья, сегодняшний обзор будет уникальный. Ведь он единственный. Прикиньте, её даже на метакритике никто не оценил. Всем тупо похер. Кроме меня почему-то. Что с моей жизнью не так? Помогите, пожалуйста. В любом случае, я уверен, мы сегодня повеселимся. Почему столько уверенности? Да, потому что издатель игры не кто иной, как наш любимый Outright Games. Да-да, те самые. Пони, шедевральные Пепа и Джуманджи с Форсажем. Походу, этот издатель моя любовь. Предлагаю вам в комментах придумать для неё милое прозвище. Ну и заодно подпишитесь на мой телеграм-канал. У меня случается много чего весёлого. Например, откуда на моей голове зелёнка? Ответ в ТГ. Кхм, так что там с игрой? А вот что. Сейчас вы, конечно, офигеете. Перед вами меню. Выбор уровня. А также плацдарм для будущих катсцен. Без иронии, друзья. Правда, все будущие катсцены будут проходить именно здесь. Будто мы играем в какую-то JRPG. Только в JRPG хоть какие-то анимешные арты были. Здесь карта. Карта, я карта, я карта. И даже отдельные ролики, которые называются DC Питомцы Филим. И там мы просто смотрим на меню и текстик появляющийся. Спасибо хотя бы на том, что озвучили хорошо. Ара спасать, Метрополис! Метрополис? Простите, мы что, торговый центр рекламируем? У нас вроде бы город из мира DC. Учите матчасть уважаемые любители озвучивать. Какая здесь суть? Какой замес, друзья? Один из главных врагов Супермена, а именно Лекс Лютер, начал похищать бродячих животных, которых он нашел на улицах Метрополиса. И знаете для чего? Для того, чтобы поместить их в зоопарк. Вы, наверное, и думаете. Но это злодо DC, наверное, там есть какой-то чудовищный план. Там домашние животные, которые зомбируются и будут убивать всех вокруг. Нет, он просто решил помочь им с жильем. Нет хозяев, так вот хоть какой-то домик. Это же лучше, чем усыпление. И вдруг, неожиданно, какой-то котенок влетает в зал справедливости животных и говорит Блин, меня чуть в зоопарк не посадили. А Лекс Лютер, я злой, я злой животных в зоопарк поставлю. И вот получается новая лига справедливости, которая состоит полностью из животных, будет противостоять Лексу Лютеру, который, казалось бы, хочет сделать всем лучше, но почему-то думает, что он злодей. Ладно, давайте будем честны. Завязка полнейшее говно. Такое ощущение создается, что ее придумали буквально во время телефонного звонка. То есть при всем понимании, насколько это простая игра, на какую целевую аудиторию она рассчитана, это максимально тупо. Тут, кстати, надо понимать, что есть вот эти аутистик геймс, или как там так, которые издают шляпу. А разрабами шляпы стали никто иные, как PHL коллектив. Чем они знамениты? Игрой про семейку Адамс. Тоже по лицензии, и это платформер. Выглядит он, кстати, вот так. Друзья, это игра 2021 года. И нет, ее нет на телефонах. Она выпущена специально для консолей и ПК. Собственно, ситуация такая же, как и с питомцами. И, видимо, эти разработчики считают, ну, по-другому я просто не могу это объяснить, что игра на приставке должна выглядеть вот так. Господи, помилуй. А-а-а, глаза, мои глазенки. Опа-на, извиняюсь, что отвлекаю. А как насчет зайти на новый сайт CSGO.up, на котором есть много халявы. Например, по промокоду STINTEK вы получаете 0,1 доллар. Ну или халявные ежедневные кейсы за левел. Типа, ты получаешь один раз уровень, и до конца жизни открываешь эти кейсы. Сильно? Очень. Что здесь еще есть? Кроме проверки честности игры, что естественно важно. Да, например, классические режимы. Краш. Ставишь на кэф и молишься, чтобы он не срубился. Тогда ставка увеличивается на выбранное число. Ролл. Ну, тут легко. Обычная рулетка с x2, x3 и так далее. Джекпот. Уже более классическая версия, где вы соревнуетесь с игроками на удачу. Но победитель будет только один. А также мины. Тут можно проверить, насколько хорошо вы умеете не попадать на эти мины. Кроме всего прочего, по моему промокоду STINTEK вы получаете 30% к пополнению. В общем, одни плюсы. CSGOUP.GG Ссылка в описании. Перед нами этакий раннер со встроенным в него тиром. Вся игра типичнейшая тягомотина, где вы должны долететь от точки А до Б. За всю игру меняются лишь дома, и то благодаря тому, что они на разных участках, каждый из которых представляет определенный супер питомец. Ха, карта с приключением получается? Ну и под конец прохождения этих зон презентуется босс уровня. Мда, чё сказать, формат максимально банальный. Если вспомнить про катсцены, становится ещё скучнее играть. Но знаете, я вам докажу, что это ещё хороший отзыв. Начнём с лора. Мы сможем сыграть за Крипто и Туза. Как я понял, первый является псом Супермена, а второй псом Бэтмена. Это наши главные игровые персонажи. Крипто, вот игра и летает самостоятельно. А Туз с помощью каких-то устройств. Прям как Бэтмен. Крипто стреляет лазером из глаз. А Туз с помощью бета-рангов. Прям как Бэтмен. Ультимейт Крипто, который набивается посредством набора очков. Ледяной взгляд. А Туз херачит бета-рангами. Но сразу по всем. Прям как Бэтмен. Прикольно, но что же здесь не так? Да просто по трейлеру мультфильма у чёрного пёсика была сверхспособность. И это неуязвимость, про которую почему-то забыли. Ладно, может быть в мульте это отыграется как-то. Так что не буду особо ныть. Но вот дальше. Бельчонок, который владеет молнией, стал членом корпуса зелёных фонарей. Свинья, которая увеличилась в размерах, теперь является подобией чудо-женщины. А быстрая черепаха осталась быстрой черепахой. Хоть что-то в этом мире не меняется. Короче, к чему я веду? Авторы оригинального мульта, конечно, пытались найти аналогию на оригинальных персов. И да, некоторые из них прямо говорили, здоровый я Бэтмен, здоровый я Супермен или Флэш. Но были и уникальные какие-то. И хоть судя по анонсам игрушек, там они так или иначе в какой-то момент действительно станут причастны к определённому супергерою и заберут их образ. Но я всё-таки надеялся, что в игре несколько другое будет. И всё-таки способности сохраняться с теми, которые нам показали в трейлере. До хера хочу, видимо. Кроме всего прочего, эти три персонажа дают нашим основным героям активируемые бафы. Зелёный фонарь – это двойник. Флэш – это скорость. И свинья – абсолютная неуязвимость. Про последнее я вообще молчу, ведь при желании с ним можно пролететь треть карты, вообще не сражаясь с роботами. О, простите, как они там называются? Обожаю крушить Лекс-ботов. Лекс-боты. Лекс-боты. Знаю одного Лекса, но чё-то я не верю, что он создаст таких ботов. Двойник зелёного фонаря – ну, это двойник. Просто удары Х2, считай. Ну а скорость даёт возможность бесконечно использовать выносливость. А значит, постоянные увороты и шанс пройти карту побыстрее, дабы долго не мучиться. Примечательно, что на каждом задании мы подбираем карточки. А точнее, это животные. Не забыли же, что игра про то, как Лекс Лютер в зоопарк котят хотел отправить. Весь рофл-то в этом. И вот, короче, когда мы подбираем вот этих котят, животных, они переносятся в питомник, где мы сначала прокачиваем счастье питомца, основываясь на его предпочтениях. Тип, он любит кошачий корм? Так покорми его кошачьим, дурак. И вот он будет счастлив. А потом уже пытаемся найти совпадение среди, возможно, хозяев по характеру. Желаю обнаружить идеальную пару. Циммес тут вот в чем. Нет смысла стараться при подборе и прокачке вот этих питомцев абсолютно. Любое сочетание будет рассчитано как неплохое. А получится чуть лучше, ну тогда оно хорошее или даже отличное. Может быть, это и даст вам больше очков, но письма благодарности, да, они тут есть. Придут даже если вы выбрали самую херовую пару. Повторюсь, а зачем стараться-то? Ля, ну должно же быть хоть что-то интересное в этой игре. Ну хоть что-то. Ну пожалуйста, я верю, но что-то хорошее-то должно быть. Геймплей может быть, но, как я и говорил, мы летаем. На нас летят боты, частично враги напоминают телефонную версию Spider-Man Unlimited. Что, конечно же, добавляет некий челлендж. Ну и еще есть дополнительные уровни, где камера иногда меняет свое положение. И мы пытаемся уклоняться от всяких объектов, иногда уничтожая роботов. А, точняк, как я забыл. В этой игре есть еще Quick Time Event. Ивенты, где, ну, посмотрите сами. Мы можем нажимать неправильную кнопку до последнего. Но проиграть нельзя, ведь собачка просто ударится. И все. Ммм, жалко, конечно, ее, но все. Да в чем смысл? Понимаете, эти ивенты восстанавливают хп. Смысл только в этом. Ура. А знаете, что еще веселей? Эти Quick Time Event всегда одинаковые. Кроме самого финала, где мы после победы над Лексом Лютером нажимаем одну кнопку, чтобы окончательно закончить с нашим недругом. Да, друзья, за пару тысяч ты получаешь щища. Вот это каламбур. Ну, раз я сказал про боссов, может быть, они нормальные. Но смотрите, друзья, вот ты бежишь до финала. У тебя здесь роботы летают, и ты их отстреливаешь. Шикшончик, жесть. И, наверное, думаешь, ну сейчас босс будет офигенный, покажут какую-то кат-сценку. Не покажут, и нет, не офигенный. Любой босс в этой игре, даже сам Лекс Лютер, это типичнейший враг, от которого сначала надо поуклоняться, а потом стрелять по нему. Самое смешное, что среди врагов-статистов до вот этого, получается, разочарования на Pentium 3, были роботы, которые действительно создавали проблемы. Или имели в себе какую-то уникальную механику. Например, те, которые создавали лазер в воздухе. Согласен, может не густо, но это всяко лучше, чем здешние боссы. Ах, блин, представьте, друзья, я заплатил деньги за эту игру, и желал получить хоть что-то, что будет связано с фильмом, ожидая его. А это херня для мобилок, и то на минималках. А, стоп, я не платил деньги. Да и слава богу, знаете ли, лучше компенсируйте мне ущерб, уважаемые разработчики, за то, что поиграл в это говно. Господи, свинья-чудо-женщина. А-а-а-а-а-а! Продолжение следует...